Всем привет! Смотрите как установить и настроить Exchange Server 2019. В этом видео мы рассмотрим установку и настройку Active Domain сервера, Exchange, его базовую настройку для полноценной работы с MAPI протоколом, как создать сертификат и т.д. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, для организации почтового сервера нам понадобится один сервер для установки Active Directory Domain Services и второй для установки Exchange Server. Active Directory — это служба каталогов, разработанных на Microsoft для доменных сетей Windows. Он включен в большинство операционных систем Windows Server. Сервер с ролью доменной службы Active Directory называется контроллером домена. Он аутентифицирует и авторизует всех пользователей и компьютеры в сети, назначая и применяя политики безопасности для всех компьютеров, а также устанавливая или обновляя программное обеспечение. К примеру, при входе пользователя в систему на компьютере, входящем в домен Active Directory проверяет предоставленное имя пользователя и пароль, определяет является ли он системным администратором или обычным пользователем. Еще он позволяет управлять информацией и хранить ее, обеспечивает механизмы аутентификации и авторизации и создает основу для развертывания других связанных служб. Является обязательным условием для работы Exchange Server. Microsoft Exchange Server — это программный продукт для обмена сообщениями и совместной работы. Основные функции Microsoft Exchange — обработка и пересылка почтовых сообщений, совместный доступ к календарям и задачам, поддержка мобильных устройств и веб-доступ, интеграция с системами голосовых сообщений, поддержка систем обмена мгновенными сообщениями и т.д. Прежде чем приступать к установке и настройке Exchange Server нужно посмотреть требования. Ссылку я оставлю в описании. Нам нужно два компьютера с операционной системой Windows Server. Настройку я покажу на примере двух машин с Windows Server 2019 и двенадцатой версией кумулятивного апдейта Exchange Server 2019. Развертывание Exchange всегда начинается с подготовки доменных служб Active Directory. Все дело в том, что Exchange Server очень зависим от Active Directory. Именно в службах каталога хранятся конфигурации как продукта, так и настройки пользовательских записей. Благодаря механизму репликации Active Directory вся Exchange инфраструктура обладает единой конфигурацией. Это дает возможность серверам сразу взаимодействовать между собой с коробки. В итоге компьютер с Exchange нужно будет подключить к домену, а для подключения необходимо настроить внутренний домен Active Directory. Переходим к первому серверу. Для правильной работы системы перед установкой роли Active Domain Service присвоим компьютеру конкретное имя и установим статический IP адрес. Для этого нажмите правой кнопкой мыши по меню «Пуск» и выберите «System». Здесь «Rename this PC». У меня это будет Active Domain PC. Указав имя нажмите «Next». После система уведомит, что для изменения имени нужна перезагрузка. Перезагружаем наш сервер. Теперь настроим параметры сети. Кликните правой кнопкой мыши по меню «Пуск» или нажмите сочетание клавиш «Windows Plus X» на клавиатуре и выберите «Network Connections». Change Adapter Options. Далее нажмите правой кнопкой мыши по адаптеру Ethernet Properties и откройте настройки протокола IPv4. Установите отметку напротив пункта «Use the following IP address» и укажите свободный IP. Данная настройка подразумевает, что вам известны параметры вашей сети. Заполните маску и основной шлюз. Затем в поле «Preferred DNS Server» укажите IP адрес этого сервера, так как на нем будет установлена роль DNS Server, который устанавливается с ролью Active Directory. После нажмите «OK» и «Close». Предварительная настройка сервера завершена. Теперь можно приступать к установке роли Active Directory Domain Service. Откройте меню «Пуск». Запустите сервер менеджер. В открывшемся окне справа вверху нажмите «Manage ADD roles and Futures». В следующем окне нажмите «Next». Тип установки оставьте без изменений. «Next». Выберите свой сервер. «Next». Установите отметку напротив Active Directory Domain Service. Мастер установки предупредит, что нужно установить следующие компоненты. Нажмите «ADD futures», а затем «Next». Выбор компонентов оставляем по умолчанию «Next». Просмотрев дополнительную информацию по Domain Service нажмите «Next» и для установки «Install». Дождитесь завершения инсталляции. Теперь нужно повысить роль сервера до уровня контроллера домена и добавить новый лес. Для этого нажмите «Promote this server to domain controller». В данной видеоинструкции я добавляю новый лес, так как установка производится с нуля. Отметьте ADD a new forest и укажите имя корневого домена. «Next». На следующем шаге предлагается выбрать функциональный уровень нового леса и корневого домена. Если вы добавляете новый лес и планируете в дальнейшем использовать сервера на базе операционной системы Windows Server 2019, данные параметры оставляем без изменений. Установите пароль для DSRM в директории сервиса Restore Mode и нажмите «Next». В результате мастер настройки предупредит, что делегирование для этого DNS сервера не может быть создано. Не обращаем внимания и жмем «Next». Домена и имя NetBIOS оставляем без изменений. «Next». На следующем шаге, если нужно, можете изменить пути к каталогу базы данных. Далее будет представлена информация с настройками сервера «Next». И после мастер настройки проверит, соблюдены ли все предварительные требования и выведет отчет. Это сообщение означает, что требования соблюдены. Для установки нажмите «Install» и дождитесь окончания процесса повышения роли сервера до уровня контроллера домена. По окончании вы увидите следующее предупреждение. Нажмите «Close» для перезагрузки. На этом процесс повышения роли сервера до уровня контроллера домена завершен. И в завершении на сервере домена нужно добавить учетную запись Active Directory с правами Enterprise Admins, Schema Admins и Domain Admins. Для этого войдите в систему под учетную запись администратора домена и откройте «Server Manager». Откройте меню «Tools», Active Directory Users & Computers. В открывшемся окне перейдите в папку с именем вашего домена «Users». Кликните по значку «Создать нового пользователя». Здесь заполните следующие поля. Укажите имя, логин и нажмите «Next». Затем задайте пароль учетной записи. Снимите эту отметку. Затем «Next» и «Finish». Далее нужно добавить права для этой учетной записи. Откройте данную учетную запись, кликнув по ней два раза левой кнопкой мыши. Перейдите во вкладку «Member Off». Далее нажмите по кнопке «Add». Добавляем права «Enterprise Admins». Пишем название «Check Names» «Check Names». «Окей». «Add». Пишем название «Schem Admins». «Check Names». «Окей». «Add». «Check Names». «Domain Admins». «Окей». «Apply» и «Окей». На этом настройка сервера Active Directory Domain завершена. Далее можно переходить к процессу установки Exchange Server. Данная установка подразумевает, что у вас уже настроена сеть, открыты нужные порты для нормальной работы и почтовых служб и т.д. Как я уже говорил в начале видео, у вас должно быть два сервера с установленной на них операционной системой Windows Server. На одном из серверов должна быть установлена роль Active Directory Domain Service. Скачиваем ISO образ последней версии Exchange Server 2019 с сайта Microsoft. Второй сервер, на который будем устанавливать Exchange, должен быть включен в домен, а также нужно установить дополнительное программное обеспечение. Подробную информацию о требованиях и скачать нужные компоненты можно на сайте Microsoft. Ссылка будет в описании. Установите следующие программы. Visual C++ 2012 года, 2013 года, Unified Communication Manager API, модуль перезаписи URL-address.org и NetFramework 4.8. После установки NetFramework система попросит перезагрузить сервер. Перезагрузим позже. Нужно установить еще несколько компонентов. Открываем PowerShell от имени администратора. Для начала установите пакет средств удаленного администрирования, чтобы подготовить Active Directory к установке Exchange, выполнив следующую команду. Затем добавьте обязательные компоненты для Link Server и Skype для Business Server. Для установки выполните такую команду. И после установите дополнительные компоненты, необходимые для работы сервера Exchange, выполнив эту команду. По завершении установки всех компонентов перезагрузите систему. Теперь нужно включить сервер Exchange в домен, добавить DNS, изменить имя сервера. Для этого на клавиатуре нажмите Windows Plus X, Network Connections, Change Adapter Options, правой кнопкой мыши по адаптеру Properties. Откройте протокол IPv4 и задайте DNS. В качестве DNS сервера у нас выступает сервер Active Domain. Вписываем сюда его IP адрес. ОК. Затем откройте System, System Info, Remote Settings. Здесь перейдите на вкладку Computer Name и кликните по кнопке Change. Меняем имя компьютера и включаем его в домен, установив здесь отметку и вписав адрес домена. ОК. Далее нужно указать логин и пароль учетной записи Active Directory, которая состоит в группах Enterprise, Schema и Domain Admin. Exchange сервер подключен к домену. Система попросит закрыть все программы для перезагрузки. Для начала установки Exchange сервера после перезагрузки нужно войти под учетной записью, которая состоит в группах Enterprise, Schema и Domain Admin. Далее нужно смонтировать ранее скачанный ISO ProExchange сервера. Открываем накопитель с файлом, жмем по нему правой кнопкой мыши и выбираем Mount. Затем открываем PowerShell от имени администратора и переходим на смонтированный диск, указав букву диска. Теперь, чтобы расширить схему для Exchange выполните следующую команду. Далее необходимо подготовить контейнера, объекты и другие компоненты Active Directory, а также создать организацию Exchange выполнив такую команду. Обратите внимание, в конце команды указано имя организации, вы должны ввести свое. Теперь подготовим домен для установки Exchange Server такой командой. Ну и после можно переходить к установке Exchange Server 2019. Откройте смонтированный диск с установочными файлами Exchange Server и запустите setup.exe. В открывшемся окне на первом шаге установки можно проверить наличие обновлений. Нажмите Next. Далее мастер установки Exchange Server предлагает ознакомиться с информацией касательно Exchange Server 2019. Next. Примите условия лицензионного соглашения и нажмите Next. На следующем шаге, если вы не хотите, чтобы сервер автоматически отправил Microsoft отчеты об ошибках, выберите Don't Use Recommended Settings. Next. Далее выберите следующие роли – Mailbox Roll и установите отметку Automatically Install Windows Server и нажмите кнопку Next. В окне выбора каталога установки оставляем настройку без изменений. Next. Настройте параметры защиты. Next. После начнется процесс проверки и готовности к установке. По окончании убедитесь, что проверки готовности организации и роли сервера выполнены успешно. В противном случае на странице будет отображаться только кнопка «Повторить». Исправьте обнаруженные ошибки и повторите установку. Если вы все делали по инструкции, ошибок быть не должно, вместо кнопки Retrieve будет Install. Жмем по ней для начала установки. Ждем завершения процесса установки. После установки рекомендуется перезагрузить компьютер. Я перезагружу позже. Для проверки установите отметку напротив Launch Exchange Administration Center и нажмите кнопку Finish. Для администрирования сервера используется панель управления Exchange Administration Center. Она доступна по следующей ссылке. DXPC – имя сервера Exchange. Соответственно, вам нужно указать в адресной строке имя или IP адрес вашего сервера Exchange. Для корректного отображения панели управления EACP необходимо добавить адрес сервера Exchange в надежные узлы в Internet Explorer. Нажимаем на кнопку ADD. В поле ADD this website to the zone указываем адрес сервера Exchange и нажимаем на кнопку ADD. Адрес сервера Exchange добавлен в список надежных узлов. Нажимаем на кнопку Close. Далее для входа в панель управления нужно указать домен, имя учетной записи Active Directory или другое обладающее правами администратора Exchange, ввести пароль от этой учетной записи и нажать Sign in. После чего откроется Exchange Center панель. Чтобы убедиться, что Exchange успешно установлен, запустите следующие команды в оболочке Exchange Management Shell. Откройте пуск Microsoft Exchange Server 2019, Exchange Management Shell. Выполните следующие команды. Эта команда выведет список имен, сайта в Active Directory, Exchange ролей сервера и т.д. И вторая команда выводит дополнительные сведения о сервере. Сервер прошел проверку удачно, теперь можно приступать к настройке Exchange. Итак, мы настроили два сервера Active Domain Directory и Exchange Server. Для того, чтобы начала ходить почта, нужно создать пользователей, добавить сетевой коннектор, внести данные внешних виртуальных папок, настроить внешний DNS, создать сертификат, настроить функцию AutoDiscover и т.д. Для реализации возможности отправки и получения электронной почты, а также выполнения условий для подключения клиентов, нужна базовая настройка Exchange Server. Это обязательная задача после установки продукта. Далее рассмотрим как добавить почтовый ящик для нового пользователя. В панели управления Exchange откройте раздел Recipients и перейдите во вкладку Mailboxes. Затем кликните по плюсу и выберите User Mailboxes. Заполните следующие данные о пользователе. Выберите организацию, в которой нужно его включить. Нажал по кнопке Browse. User. Ok. В поле User Logon Name указываем логин, имя почтового ящика. Далее задайте пароль и нажмите на кнопку More Options. В разделе Mailboxes Database нажмите на кнопку Browse и выберите базу данных, в которой будет создан почтовый ящик. И в завершении нажмите Save для сохранения. После того, как пользователь с почтовым ящиком будет создан, он появится в разделе Mailboxes. Теперь с этими учетными данными вы сможете войти в почтовый ящик. Следующий важный параметр для работы почты – сетевые порты. Сетевые порты, необходимые почтовым клиентам, для доступа к почтовым ящикам и другим службам в организации Exchange. Если у вас есть брендмаверы или сетевые устройства, которые могут ограничивать или изменять внутренний сетевой трафик, вам необходимо настроить правила, разрешающие свободное и неограниченное взаимодействие между серверами. Для настройки сети по технологии NAT нужно пробросить порты, используемые конкретными службами на роутере. Если у вас не ходит почта или вы видите ошибку, связанную с сетевыми портами, проверьте бандмавер или настройте свой роутер. Продолжаем настройку сервера. Первый важный параметр – это обслуживаемый домен. Обслуживаемый домен – это домен, который используется в Exchange организации для получения отправки почтового трафика. По умолчанию сразу же после развертывания доступен лишь один обслуживаемый домен. Если нужно, вы можете добавить еще один или настроить существующий для своих целей. Далее нужно добавить соединитель отправки – Send Connector. В Exchange инфраструктуре коннекторы или соединители выполняют задачи обработки входящего и исходящего почтового потока, также участвует внутритранспортного потока Exchange. Чтобы почтовая инфраструктура могла взаимодействовать с внешними системами, по протоколу SMTP необходимо создать новый соединитель отправки. Для этого откройте раздел MainFlow, а затем перейдите во вкладку Send Connectors. Для добавления кликните по плюсу. Здесь есть несколько типов соединителей – внутренний, internal, внешний, интернет и партнерский. Для отправки почты вне организации через интернет нам потребуется создать внешний соединитель. Укажите имя для нового коннектора отправки. Отметьте интернет. На следующей странице необходимо указать каким образом будет осуществляться отправка почты – либо используя Микс записи, либо через выделенный Smart Host. Записи Микс – это тип DNS записи, предназначенный для маршрутизации электронной почты с использованием протокола SMTP. В данном примере отправка почты будет осуществляться согласно этим записям. Выбираем Микс – Next. Далее необходимо указать для каких доменов будет работать новый коннектор. Нажмите по плюсу и в качестве домена введите звездочку. Таким образом новый коннектор отправки будет обрабатывать все домены кроме вашего. Сейв – Next. Далее нужно указать на каком сервере будет создан коннектор отправки. Кликните по плюсу и выберите ваш Exchange сервер. ОК и финиш для создания. Теперь нужно настроить DNS записи для домена. Для этого откройте веб-браузер и перейдите в панель управления внешними записями DNS для вашего домена. Я покажу на примере сервиса Cloudflare. Здесь нужно выбрать домен, для которого необходимо настроить DNS записи. И затем создать следующие записи. MX запись, Mail, SPF, Autodiscover и так далее. После добавления DNS можно продолжать дальнейшую настройку сервера. Базовая настройка Exchange Server не заканчивается добавлением обслуживаемого домена и настройкой соединителей. Необходимо задать конкретные URL-адреса для подключения клиентов. Для начала добавим внешний URL для Outlook. Откройте раздел Servers, вкладка Servers. Изменить. Переходим в настройки Outlook Anywhere и задаем внешний домен. Теперь пропишем адрес, по которому ваш почтовый сервер доступен из сети интернет в конфигурацию сервера Exchange. Для этого откройте вкладку Virtual Directories. Затем для добавления внешнего домена нажмите по значку ключа. Добавляем наш сервер, кликнув по плюсу. Далее в этом поле введите ваш внешний домен и нажмите Save. После внешний домен появится в настройках каждой виртуальной папки. По умолчанию Exchange Server использует MAPI протокол для почтового сервиса. Для данного почтового протокола внесенных настроек достаточно для работы почты. Заданный внешний домен, по которому будет доступна Exchange инфраструктура, необходим для дальнейшего выпуска SSL сертификатов. Цифровые сертификаты очень важны в работе Exchange. Благодаря им обеспечивается защищенный обмен между клиентами и компонентами, почтовой инфраструктуры. По умолчанию Exchange Server настроен на использование протокола безопасности транспортного уровня TLC с помощью самоподписанных сертификатов. Однако для подключения Outlook клиентов такая конфигурация не совсем корректна. В качестве решения рекомендуется использовать корпоративную инфраструктуру открытых ключей. Начиная с версии Exchange Server 2019 кумулятивного 12 апдейта и Exchange Server 2016 23 апдейта Microsoft удалила параметр импорта-экспорта сертификата и его запроса из центра сертификаций. Чтобы предотвратить неправильное использование злоумышленниками путей UNC, Microsoft удалила параметры, которые их принимают в качестве входных данных для командлета в Exchange Server PowerShell и центра администрирования Exchange. Поэтому в данных выпусках этого функционала вы больше не увидите. Для добавления и импорта нового сертификата Microsoft предлагают использовать следующие командлеты. Есть множество как платных, так и бесплатных популярных центров сертификаций. В данном примере я использовал следующий бесплатный сервис, который позволяет создавать сертификат на 3 месяца. Вы же можете использовать всем известный сервис SSL.com. Данный ресурс предоставляет общедоступные цифровые сертификаты, услуги облачной подписи и корпоративные решения PublicKey. Процесс запроса и выпуска сертификатов я показывать не буду, предположим, что он у вас уже есть. Для того чтобы импортировать сертификат в Exchange нужно запустить Exchange Management Shell и выполнить такую команду. Вам нужно указать здесь имя вашего сервера и в конце указать путь к сертификату. После импорта вы увидите новый сертификат в панели управления Exchange сервером. Далее нужно указать службы, которые будут использовать данный сертификат. Откройте его, кликнув дважды левой кнопкой мыши по сертификату, перейдите в раздел Services и отметьте нужные. Затем Save для сохранения. Итак, мы имеем настроенный почтовый сервер. Теперь нужно протестировать как ходит почта. Открываем приложение почты Windows и добавляем учетную запись. Выбираем расширенную настройку Exchange ActiveSync. Как видите, здесь помимо почтового адреса и пароля нужно ввести имя пользователя, адрес домена, сервера, имя учетной записи. Так как я добавил дневную запись в службы AutoDiscover, а также добавил внешний домен к панели управления, я покажу как ней пользоваться, чтобы не вводить этих настроек. AutoDiscover это служба, которая автоматически настраивает почтовые клиенты, такие как Outlook. Это необходимое требование для правильного доступа к бесперебойной работы службы Hosted Exchange. Служба автонаружения сводит к минимуму действия пользователей по настройке и развертыванию, предоставляя клиентам доступ к функциям Exchange. Для клиента веб-служб Exchange обнаружение обычно используется для поиска URL адреса конечной точки. Autoобнаружение использует DNS запись CNAME для вашего домена. Я уже добавил такую запись ранее. Теперь в Outlook достаточно ввести только адрес электронной почты и пароль. Остальные настройки потянутся автоматически. На этом базовая настройка Exchange Server 2019 завершена. Если у вас возникли вопросы по Exchange Server оставляйте их в комментариях. Возможно они будут рассмотрены в следующем видео, а на этом все. Надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Всем спасибо за просмотр. Пока.